Так, Гефтер продолжает серию историографических диалогов на очень дорогую. И сегодня наши гости, наш постоянный автор Андрей Тесля и впервые у нас присутствующий на этих диалогах Константин Антонов. Предложена ими тема «Западное пленение русского богословия». Да, Андрей, пожалуйста, вы хотели задать вопрос еще только с начала. Я хотел как раз спросить Констана Михайловича с самого начала, когда мы говорим о концепте «Западного пленения», во-первых, что это за концепт, именно в общих рамках, и во-вторых, где тут можно видеть базовый исследовательский вопрос, с которого можно подойти к этой проблематике? Значит, но концепт в окончательном своем виде сформулирован отцом Георгием Флоровским в Великой книге «Пути русского богословия» и, так сказать, с тех пор является таким ходячим определением, согласно которому, начиная где-то века с XVI, русское богословие выпадает из патриистической традиции, из святоотеческого, так сказать, наследия, начинает пытаться что-то делать, так сказать, само, и, как следствие, попадает в плен к западным богословским концепциям, потому что начинает отвечать на те вопросы, которые ставят эти западные богословские концепции. Вот, значит, вступает с ними в дискуссию и в результате, так сказать, растворяется в этой дискуссии. Вот, Флоровский фактически выстраивает на этой основе свою концепцию истории русского богословия, которая на настоящее время, видимо, является единственной такой целостной масштабной концепцией. А напомните мне, какой это год? Это 30-е годы? Это 37-й год, это 1937 год, Париж, да. Да, да. Вот, значит, это результат студии Флоровского, которыми он, в общем, занимался всю свою жизнь. Вот, результат в каком-то смысле промежуточный, потому что Флоровский и после писал, так сказать, и дописал на эти темы. Вот, и, значит, проблема заключается в том, что здесь Флоровский, значит, формулирует целый ряд, формулирует мысль, которая в неявном виде присутствовала очень давно. Вот, и первый, как бы, вопрос, когда эти темы, эти риторические фигуры впервые появляются в русской мысли? И, значит, здесь мы легко довольно находим, как бы, источник, да, это работа Юрия Федоровича Самарина, значит, и некоторые, так сказать, замечания Хомякова и Киреевского, как его, так сказать, духовных учителей. Вот, то есть мы попадаем в славянофильский контекст тем самым. Вот, и здесь возникает вот тот вопрос, который предварительно, значит, сформулировал Андрей, да, почему славянофилы вместо того, чтобы взять православное, имеющееся де-факто православное богословие, которое развивается в духовных академиях, на вооружение сказать, вот наша православная, так сказать, сила, и с его помощью, так сказать, громить западное, как они это и делали, да, западное влияние, отстаивать своеобразие русской культуры и так далее, и так далее. Почему они поступают ровно наоборот? Они набрасываются на это существующее русское православное богословие с жесткой и уничижительной критикой. Вот, значит, и вот, собственно говоря, так сказать, проблема. Да, как бы первый какой-то, да, вопрос, который здесь возникает, вот, что их заставляет видеть вещи так? Да, при этом я бы еще отметил, что если говорить о связях самих славянофилов, то они зачастую, ну, учитывая, что это очень маленький круг людей, то мы здесь буквально можем перечислять, кого конкретно, но у тех же самых кириевских теплые отношения с Оптиной, близость, это отношения, опять же, с Владыкой Филаретом, это разные отношения, но, скажем, опять же, с теми же духовными академиями. Совершенно верно. Как бы, вот, лично, там, нормальные отношения, они туда ездят, скажем, работать в библиотеке, там у них с отцом Федором Голубинским их связывают довольно тесные контакты. Но здесь у меня сразу есть и возражения возникающие, потому что все эти контакты, по крайней мере, со стороны Хомякова, это все контакты уже 50-х годов преимущественно. То есть, иными словами, к тому времени, когда вот та позиция, которую мы обсуждаем, она уже сформировалась, когда уже, в принципе, он для себя сформулировал позицию, более того, к этому времени уже и усамарено. Все это, в принципе, мы можем говорить, что оно срослось. Срослось в диссертации. Да, по факту. Конечно. То есть, просто напомним, что диссертация это 42-43 год, в 44-м году он ее защищает, и получается, что если мы имеем дело с этой концепцией, то мы можем говорить о том, что выход на академическое, например, богословие происходит уже после этого. Потому что, если мы берем Ивана Киреевского, то его контакты, это все-таки контакты, скорее, духовничества. Да. Здесь, кстати, существенный момент. Вы упомянули Оптину. А с Оптиной совершенно другой калинкор. Потому что, ну, в среде славянофилов были разные, было тоже разное отношение к Оптиной, но, как бы, когда говорится о западном пленении, конечно, имеется в виду, прежде всего, как бы, институциализированное духовно-академическое благословие. Да. Никто, никому не приходит в голову говорить, там, о западном пленении оптинских старцев. Да. А больше того, как бы, они пытаются выстроить так свою стратегию, по крайней мере, это касается Киреевского, чтобы иметь Оптину, так сказать, на своей стороне в этом противостоянии. Как аргумент от непосредственного опыта. Да. От того, что можно сказать, живой духовностью. И, соответственно, противопоставление уже в рамках самого православия. То есть, если мы возьмем такую классическую славянофильскую схему, когда такое бинарное членение, когда с одной стороны публика, а с другой стороны народ, когда у нас есть западное влияние и сохранившееся толще там народной жизни, когда у нас есть Россия, сохраняющаяся вопреки своему внешнему виду. И, соответственно, если мы говорим о православии, то там у нас наблюдается, собственно, та же самая схема, где у нас есть некая внешняя оболочка, которая глубоко чужда, которая, скорее, извращает суть, но не смотря... Прежде всего, интеллектуальная оболочка. Да. То есть, собственно, здесь грех мысли происходит. Или то, что будет достаточно устойчиво у славянофилов, чужая речь. Чужая речь, которая вытекает из-за того, что нет собственной мысли, когда то, что есть на уровне практики, то, что есть на уровне ощущения, оно так и остается не отрефлексированным, а на уровне как раз того, что вроде бы должно было быть рефлексии, рефлексии здесь не осуществляется. Здесь осуществляется как раз перенос уже существующих схем. Именно об этом будет говорить Флоровский, можно просто видеть прямое заявление, когда Флоровский будет говорить о том, что русское богословие, оно сдалось в плен западному. В этом смысле оно капитулировало изначально, не восприняв его как соперника, а сразу же отдав победу ему. В этом смысле... Это самаринский, так сказать, вход мысли, но не из диссертации, а из предисловий к богословским сочинениям Хомякова, где ровно вот эта сдача в плен до, так сказать, схватки. Схватки никакой не произошло. Произошло принятие вопросов, которые ставило западное богословие, как что-то само собой разумеющегося. На них начали отвечать. И он там рисует совершенно замечательную картинку, как православные богословы ведут спор на два фронта. Одни спорят с католиками, другие с протестантами. Но те, кто спорят с католиками, используют протестантские аргументы, а те, кто спорят с протестантами, используют католические аргументы. Поэтому в результате победа на каждом фронте оборачивается поражением, так сказать, на другом. Интересно. И здесь сначала самарин совершит первый прыжок, который тогда напрашивается. Это как раз то, что сама суть православия в этой неуловимости, православия как отказ по существу интеллектуального опыта. Но все-таки нет. Не хватает от вас некоторых пояснений, пояснений существенных содержательных. У самарина ведь будет тот ход, который его будет самого очень сильно смущать. Это его обсуждение с Хомяковым, ситуация 1942-1943 года, когда все это пишется. Когда первый ход, который он совершит, это как раз предсказуемое размежевание. У нас ситуация, когда, как уже сказано, одни борются с протестантами, беря католическое оружие в руки, другие борются с католиками, беря протестантское. В результате каждый из них на интеллектуальном уровне оказывается вне себя. Ну да. Такая... Скорее, без себя. Все-таки вне себя в русском языке. Ну, собственно, по самарину они очень близко именно к ситуации. Именно вне себя, в гегелевском смысле, я бы сказал, переход в инобытие. А сама, собственно говоря, православность оказывается в этом смысле неуловимой. Она между ними. И ее, собственно говоря, никак сформулировать-то и невозможно. И вот дальше, как раз начнется его встреча с Хомяковым, интеллектуально всеуглубляющаяся, реча, когда, ну, об этом тот же Самарин будет очень хорошо вспоминать в целом ряде таких некрологических текстов о Хомякове. Я подчеркну, что некрологический текст – это преимущественно письма, разумеется. Из 60-х годов он потихоньку движется вот к тому знаковому тексту, который станет предисловием 67-го года, пражеским предисловием, фактически так или иначе пробуя и очень опасаясь, потому что у него будет повторяться, с одной стороны, необходимость написать подобный текст, написать о Хомякове, написать именно о Хомякове как обучителе. Учитель церкви, как он уже в радикальном виде это сформулирует, а с другой стороны, вот его, собственно, неготовность. И вот эти письма, довольно многочисленные, это как своего рода подступы, обкатка того будущего текста с разными вариантами. Мне очень интересно смотреть, как он ищет правильные слова, как он ищет правильные формулировки. Напомню, знаменитую историю самого предисловия она будет очень долгая, он его будет массу раз редактировать. Потом, это очень интересно, что этот текст станет настолько продуманным в каждой, не просто фразе, в каждом обороте, что затем, когда Эдит Радом будет переводить его на немецкий, есть очень известное письмо, где Самарин обсуждает немецкий перевод Эдитты Федоровны Радом, и он обсуждает буквально на уровне каждого конкретного слова. Они обсуждают отдельно ислама, сейчас эти переведено и издано. Вот именно этот фрагмент переписки, он сейчас есть на русском языке. Текст настолько важен для Самарина, и он сложился в настолько чеканной формулировке, что там нет ни малейшей приблизительности. Для него буквально каждое слово этого текста, это уже такая финальная формулировка. И вот в этом тексте, вернее, во всей истории, очень большой истории этого текста, фактически растянувшейся на 7 лет, по факту истории его написания, основное, что подчеркивает Самарин, это то, что Хомяков даровал одно, это отсутствие страха. Страха как раз мыслить, вот того самого страха, что окажется за твоя позиция, которую ты обороняешь, она слаба. Вот эта боязнь мыслить, тот самый упрек, который будет в первую очередь адресован русской богословской мыслью, что выражается как раз в западном пленении, что в основе этого самого западного пленения лежит страх. Страх мыслить последовательно, страх в том, что ты отстаиваешь, потому что то, что ты отстаиваешь, тебе самому кажется хрупким. А ты не уверен в том, что оно на самом деле выдержит, это лобовое столкновение. И поскольку у тебя у самого очень большое сомнение в связи с этим, ты начинаешь... Доказываешь. Ты доказываешь, и ты стараешься не доводить дело до предельных вопросов. И ты, кстати говоря, именно поэтому ты готов с одной стороны схватиться за любое оружие, которое подвернется, потому что все сгодится на защиту, а с другой стороны ты каждый раз решаешь исключительно тактические задачи. Твоя основная задача это своего рода такой увод от гнезда противника. Увод его к любым другим вопросам, кроме главного. Потому что ощущение того, что если случится лобовая атака, ты ее не выдержишь. И Хомяков в первую очередь позиционируется самарином как та фигура, которая избавляет от этого страха. Тот, кто дал возможность выйти из этого. И, собственно, у того же самого Флоровского, опять же, повторится подобный ход размышления. Правда, при этом, разумеется, там не Хомяков будет выступать в качестве такой знаковой фигуры. Но сама по себе модель рассуждения, она будет подобной. Она будет на гораздо большем историческом материале, гораздо большей исторической дистанции. Она не будет сведена к нескольким фигурам, как у Самарина. Но вот концептуальная схема, как он это развернет, она будет отсылать к данному опыту. Причем у Флоровского будет некое ощущение, что он все-таки уже не совсем на пустом месте. Хотя, конечно, пути русского богословия по знаменитой шутке можно было назвать беспутья русского богословия. А эта, кстати, шутка, она замечательная. Она, так сказать, бедельянская такая шутка. Потому что русское богословие вне себя. Опять-таки вне себя, да? Да, оно ушло вот в эти вот безбудьи, вы на бытие. Где-то там оно бродит. Сейчас мы очень далеко зайдем. Подождите, подождите, подождите. Все-таки давайте поговорим о гнезде. Используя метафору, прозвучавшую. Я его все пытаюсь вывести на содержательный разговор. Называется содержательным разговором. Вследствие того, что я никак не могу найти как-то точек опоры. И реперных точек тоже. Потому что, если говорить о Флоровском, начнем там с 12-13 веков. Как у него описывается русская интеллектуальная, православная мысль. Иосиф Воловский, начертник. Кирилл Туровский, начертник. Мил Сорский, начертник. Но это все-таки еще все ничего. Потому что настоящая беда случится дальше. То есть фактически не существует независимой самостоятельной мысли. Это первое. Дальше начинается, естественно, институциональная противоречия с католичеством и массой других вещей. Но в принципе мы можем считать, что существует самостоятельный язык. Или все-таки мы констатируем дефицит собственного языка, с одной стороны, который констатируется Флоровским. А с другой стороны, то, что он же описывает в терминах, по-моему, Владимира Соловьева, да, московский протестантизм, самочиние, привычку говорить о том, что существует в качестве того, что тот же Кириллевский называют культурным наследием, на собственном, каком-то вымышленном, изобретательском языке, который мало относится вообще к аскетической традиции, не учитывает патрологию, да. Никак не связан с аскетизмом. Вспомните, Добротолюбие известное, да, там вообще нет представления об умной молитве, а, кажется, Флоровский тоже это отмечает, да. То есть практики и сиказма там не так важны для домашней жизни. Он даже, по-моему, называет Лауполь, 17-й или 17-й, я не помню. Но не суть важна. То есть, с одной стороны, неспособность обратиться к традиции, с другой стороны, изобретение своей на какой основе. Но тут интереснее вот тот содержательный разговор, который мы, насколько я понимаю, хотим привести, он несколько в другом. О том, откуда берется сам данный концепт у Флоровского, сам данный язык описания. Потому что вопрос не столько в том, прав ли отец Георгий Флоровский, верно ли он описывает. В конце концов, можно и по нему же переадресовать этот вопрос. Я не помню, это в путях русского богословия или нет. О дефиците языка можно использовать традиционный отсыл к Евгению Трубецкому. О том, что в этом и нет потребности до определенного момента по существу. А почему вы решили, что это должно быть? Есть некое богословствование, оно в другом месте происходит. Возрение в красках. Собственно говоря, почему вы вообще решили, что оно должно быть таким образом? Но разговор даже не об этом. О том, что у Флоровского вырастает такая вот последовательная схема. И она кажется такой убедительной, именно потому что уже к началу 20 века она становится само собой разумеющейся. То есть ее можно встретить у кого угодно. Можно вспомнить уже помянутого Евгения Трубецкого. Можно вспомнить, собственно говоря, про всех путейцев. Они всеми рядами туда пойдут. Владимир Соловьев со своей стороны и так далее. То есть к ситуации уже десятых годов это общее место. И то, что делает Флоровский, то, что придает ему такую потрясающую убедительность, то, что он берет на себя смелость договорить это до предела. И представить это последовательно, фундировано, лично. То есть это даже как другой пример этого же рода, из другой традиции. Но можно вспомнить очерк истории русской философии Густава Шпета. Где, собственно, потрясающий эффект этого шпетовского почерка. То, что все то, что присутствует на уровне... Да, вроде бы это само собой разумеется. Но в таком жестком последовательном виде и столь хорошо фундировано этого нет. И именно поэтому, с одной стороны, шпетовский текст, да, вроде бы уважаемый. А с другой стороны, нет, ну разумеется, это русофобия, да, практически. Это невозможно, это немыслимо. Это один из самых возмутительных текстов. И возмутителен он как раз тем, что он проговаривает то, что на уровне такого вот неявном, не до конца проговоренном, вроде бы само собой разумеется. Ну да, когда ты находишь у одного мыслителя заимствование, там, у кого-то из западных, это нормально. Когда тебе показывают, вот, что до какого-то момента не было вообще ничего, а то, что началось потом, это, в общем... Результат неправильного перевода. Да, да, да. Ну, по всему греку, видимо, встроился. Вот. В общем, да, остается так развести руку. И дальше, собственно, единственное спасение, которое нас ждет, это обратиться к Юрию Михайловичу Лотману о продуктивной функции неправильного перевода, недопонимания, и что вот в результате недопонимания, в общем-то, все хорошо. Ну, это, собственно, по-моему, вот эта Лотмановская концепция, поэтому и получает такое распространение, потому что она является единственной удобной калиткой, дающей нам выход иначе из катастрофической ситуации. Потому что, если мы говорим об интеллектуальной традиции, у нас постоянно получается, именно до предела доведенном описании, вот эта ситуация того самого, вне себя, нахождения. То есть, двоя измышленности, с которой нас выводят в 19-е столетие Хомяков? Согласно Самарину, а если следовать... То есть, нужно было следовать в столетии на Хомяков, то все мы не делали. Ну, если следовать в Флоровском, то и Хомяков никуда не выводят. То есть, все еще лучше. В этом смысле мы, получается, в такой чадайской ситуации... Ну, да, 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 мы не мысли... То есть, раз за разом русское богословие... Каждое поколение русских богословов по-новому сдается в плен. И он там перечисляет, я сейчас не приведу эту цитату, вот эти все, так сказать, сдачи. Там то просвещению, то романтизму, то гигельянству, то шеллингу, то и там... Символистский соблазн ждет. Какой? Символистский соблазн. А, символистский соблазн. Вот, и все это, так сказать, должно кончиться моего патриотическим синтезом, который нас спасет. В этом смысле, да, мы встречаемся вот с той самой Чаадаевской мыслью о переписывании истории, о том, что нам необходимо... Что вот это тысяча лет фактически является ситуацией постоянной неспособности начать, традиция здесь не складывается никак, и единственное, что нам остается, это вот отмотать до предела. В этом смысле предшественники упрекаются скорее в том, что они не были достаточно радикальны в своем разрушении, что они недостаточно сильно совершали обратный ход. Он должен быть предельным, он должен снести всю существующую, все существующие элементы, которые претендуют на то, что они являются традицией, потому что, в данном случае, что по Самарину, что по Флоровскому, получается, что они ложно претендуют на традицию. И это очень легко доказать, дальше говорит Самарин, да, потому что, если мы посмотрим, то мы увидим, что никаких традиций, собственно говоря, не складывается. Это каждый раз новодел, который заявляет, я есть традиция. В том смысле, что я надеюсь стать традицией, я надеюсь стать тем самым первым, у которого будет второй. Но, разумеется, второго не приходит, потому что тот, кто приходит в следующем, заявляет, что, разумеется, не писатель-то, ну и так далее. И традиция должна начаться именно вот с этого начала. И по Флоровскому речь идет о том, что необходимо совершить не частное отталкивание, а вот этот самый радикальный прорыв, который одновременно будет, наконец-то, состоявшейся творческой встречей с Западом. Да, естественно. Потому что все предыдущее было не встречей, а сдачей в плен. То есть возможность встречи по этой концепции, собственно говоря, как и у Самарина, да, это происходит. Возможность встречи произойдет только в том случае, когда как раз мысль окажется достаточно смелой, чтобы принять себя в качестве таковой. Вот она, собственно, должна вернуться в себя, опять же, если брать Гегельянского, да, стать не вне себя, а принять себя такое, какое она есть. Вот с этого момента начнется что-то. И попытаться саму себя продумать, что у Самарина-то органичная эта Гегелевская схема, потому что он никогда не скрывал своих, так сказать, философских увлечений. Да, и корней. А у Флоровского она смотрится совершенно парадоксально, учитывая весь его, так сказать, пафос, обращенный, так сказать, против немецкой классики, от которой, собственно, все беды в 19-х, в богословии 19-го века. И вот тут как раз геном этой самой концепции западного пленения, он дает о себе знать, вопреки всему. Когда ты видишь, как концепт оказывается более сильным, чем сознательные устремления самого автора. И отсюда возникает как раз тот самый советский вопрос, а откуда берется сам этот концепт, как он произрастает. Потому что если мы встречаем его у Самарина, то Самарин нам его впервые предъявляет как явный. Но в том-то и дело, что до Самарина мы его легко находим в рассеянном виде. Эффект Самарина тоже эффект своего рода встречи со знакомым. Поскольку, ведь если мы возьмем тексты, написанные у Самарине, то с одной стороны, никто не описывает его как интеллектуального лидера. В этом смысле он второе поколение, он безусловно примыкает и так далее. Но если мы как раз отматываем до момента, где мы видим эту концепцию, да, мы видим ее впервые у Самарина. То есть он оказывается вроде бы первый автор, который манифестирует, который заявляет, но при этом это ни на кого не производит впечатление, собственно, революция. Потому что он осуществляет ровно одно. Он предъявляет то, что уже, в принципе, в сознании присутствует. Он дает только ясную картину, которая уже есть. И вот отсюда начинается вопрос, а уже есть оно? Собственно, что и почему эта картина сложилась именно таким образом, а не каким-то другим. И здесь, значит, нам нужно отодвинуться еще назад, потому что, так сказать, Самарин, собственно, ясно проговаривает уже сложившийся набор представлений. Вопрос, когда он сложился и почему сложился именно так. Значит, и тут, понятное дело, да, вот учителя, так сказать, Самарина, Хомяков и Киреевские, собственно, что это за люди? Как складывается их взгляд на вещи, которые Самарин воспринимает как что-то само собой разумеющимся, будучи, как Андрей справедливо заметил вчера, да, будучи человеком, в общем-то, иного склада и иного поколения уже. Вот, значит, и здесь мы сталкиваемся с проблемой пушкинской эпохи, собственно, да, потому что Киреевские и Самарин это люди пушкинского времени, да, это люди, вот, конца восемнадцатого, начала девятнадцатого века, годов рождения, вот, это люди, которые сформировались в определенной среде, в определенной ситуации, и, так сказать, вот, само это отношение для, само это отношение к академическому богословию для этой среды, оно, в общем, так сказать, характерно не только для них. Да, есть знаменитое письмо Петра Яковлевича Чаодаева княгини Мещерской, в которой он произносит сакраментальную фразу, я благодарение Богу, не богослов, вот, и дальше продолжает, я просто христианский философ, вот, после чего начинает объяснять княгине Мещерской, как надо правильно толковать и понимать священное писание, вот, то есть, выполнять функции богослова. Вот, смотри, как у учительницы церкви, как раз-таки, фактически. Значит, Чаодаев уж никак в славянофильстве не повинен, да, вот, убежденный западник, который, тем не менее, разделяет некоторые базовые установки своих, так сказать, оппонентов. Вот эти базовые установки сформировались в русской культуре где-то 20-х годов XIX века, да, когда появляются философические письма, когда функционирует кружок любомудров под разными названиями и в разных формах, так сказать, из которого, собственно, вышли братья Киреевские и Хомяков, вот, и когда русская культура, так сказать, совершила несколько решающих шагов, да, вот, в результате которого, мне кажется, эта ситуация и сложилась, и сама эта идея, так сказать, сформировалась. Вот, главные эти шаги, это восприятие культуры, романтизма, культурных форм романтизма, прежде всего немецкого, но и в целом вообще вот этого, так сказать, романтического движения и контекста, и восприятие философских техник немецкого, выработанных в немецкой классике. Вот, когда это было, так сказать, осуществлено, значит, возникло отношение определенного взаимного отчуждения между, так сказать, культурой светского образованного общества, так сказать, с одной стороны и, так сказать, институциализированной церковной культурой с другой, которая эту рецепцию не произвела, или, так сказать, может быть, частично произвела, но совершенно иначе. Вот, это хорошо видно, если мы обращаемся с одной стороны к истории русского литературного языка, с другой стороны к истории, так сказать, образовательных институтов в России. Значит, на уровне истории языка видно, что в XVIII веке, во второй его половине, существует некоторое языковое единство. Как бы люди церковные, люди светские говорят и пишут приблизительно на одном языке. Я даже подчеркнула здесь, вклиниваясь, это очень заметно по популярности церковных ораторов. Этот язык воспринимается именно как изящный, ораторский, влежащий. Популярность, например, Платона, самая такой яркая. Ну и масса уже младших ораторов. То есть, это единый язык, это, понимается, высокий язык. И эта ситуация принципиально изменится к XX годам XIX века. Начнет она меняться раньше, конечно, когда вот эта единая, так сказать, площадка, сформированная Ломоносовым и его реформой русского языка, начнет распадаться. Когда с одной стороны будет движение, возникнет, так сказать, движение в церковной среде, значит, который будет стремиться как-то оформить, сформулировать, сформулировать как бы правила говорения, правила проповеди, правила литературные, а с другой стороны произвести реформу и упорядочить систему церковного образования. В значительной степени это все связано с именем святителя Филарета, хотя там были и другие люди, и, конечно, так сказать, я сейчас сильно огрубляю, там были и другие как бы течения и стремления, да, но в целом как бы существовало в языковом отношении существовала программа идеи сохранить вот этот высокий стиль церковной речи, причем как бы здесь стилистика приобретает некоторый сакральный оттенок, да, вот этот высокий стиль проповеднической речи и вообще, как бы, говорение о предметах духовных, да, он должен, он потому высокий, что он должен соответствовать возвышенности содержания, поэтому ни в коем случае нельзя туда внедрять, так сказать, романтические обороты. У святителя Филарета это слово романтические, оно вообще ругательное. Причем я бы подчеркнул, что Филарет до, собственно, самой кончины окажется фигурой, подсылающей именно классической эпохи. Его внимание к стилистике, именно в смысле выбора отдельных слов, его постоянная правка текстов, где почти ни одна бумага у него не проходит без стилистической правки, именно в духе тех же самых литературных кружков конца XVIII века дебатов. Соответственно, это четкое представление об иерархии жанров, это классицистская программа, и то, что происходит в духовно-академических кругах, это такое, я не скажу второй, да, я не знаю, какую одну по счету, но это очередное издание классицистской реформы. То есть, вариант перестройки, но в рамках именно классицистской модели. Отсюда не особенный интерес к авторскому оригинальному высказыванию, значимость того... Скорее, желание его, так сказать, выровнять, встроить и, так сказать, сгладить. И отсюда, например, то, что один и тот же текст может редактироваться целым рядом авторов, поскольку здесь нет, собственно, авторства как такового, здесь необходимо одну и ту же мысль по возможности выразить схожим образом, найти идеальную форму. Ну, опять же, это вот та самая классицистская эстетика, где мы ищем идеально. И это идеально не связано с гением. Здесь нет вот этой самой романтической фигуры, здесь нет модели индивидуального высказывания. Высказывается то, что есть. И если мы видим здесь филаретовскую программу, то, кстати говоря, удивительно, как она доживет у него и в его круге до конца 60-х годов. Более того, эта модель, она найдет свою более-менее такую смерть только в 80-е годы XIX века, по факту. И здесь очень интересно, когда мы видим фактически существование разных культур в рамках русской культуры. Да, причем здесь еще есть один существенный момент. Так сказать, филарет ни в коем случае не сторонник, скажем, сховастики. Да, вот ни в дурном, ни в хорошем смысле слова. Филарет – сторонник перехода на русский язык в академическом преподавании. Филарет – сторонник, он прямо говорит, сближения богословия с жизнью. Он модернист, если мы пошли. В каком-то смысле, он и его обвиняли постоянно в модернизме, в церковной среде. И это очень интересно, что в церковной среде он воспринимается, и в церковной, и близкой к церковной среде, он воспринимается, ну, если использовать уже лексику преимущественно XX века, да, как модернист. И с другой стороны, для тех же самых, в данном случае глубоко безразлично, да, для что Хомякова, что для Самарина, не говоря уже там о убывании Аксакове, при всем, например, уважении Аксаковского семейства к Филарету лично, это будет именно представление такого вот, скорее, вот той самой синодальщины отжившего мира. И что любопытно, что как ни странно, я вот здесь, видимо, вступлю в легкое столкновение с Катиром Михайловичем, эстетически, пожалуй, Филарет оказывается достаточно близок к Петру Яковлевичу Адаеву, который сам, самого Петра Яковлевича довольно трудно называть романтиком. Он во многом человек такого просвещенческого типа. Соответственно, это как раз вот та самая просвещенческая реакция на французскую революцию. Это скорее отсылка, если мы пожелаем, вот к той логике движения, собственно, и он для него и главные авторы будут, это будет Шатабриан, это будет Жизеев де Местер, это будут фигуры. Хотя в философии истории, конечно, у него и романтические элементы тоже присутствуют, и, так сказать, параллели просматриваются достаточно... И это как раз очень забавно, когда мы видим, например, ту же самую фигуру де Местера, где, да, у него целиком просвещенческая генеалогия в этом смысле, и с другой стороны он оказывается одним из важнейших фигур эпохи романтизма. То есть здесь мы говорим об очень интересной ситуации, когда фактически в эпоху романтизма, да, мы можем выделить то, что мы называем романтизм в собственном смысле слова, и с другой стороны мы можем выделить вот эти вот просвещенческие формы, которые оказываются именно в форме реакции, включаемой в романтизм. Да, 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 имея совершенно имущество, потому что там и де Местер, и Шеллинг, так сказать, сплетаются, и понять, где там кончается одно, где начинается другое, очень сложно. Вот, там Шеллинг, он пишет письма, так сказать, с таким пиететом, значит, признавая его как интеллектуального лидера эпохи, вот эта идея из-за ближея, ржение философии и религии, романтическая, кстати, именно, так сказать, вот, а с другой стороны, да, так сказать, Денестровский, такой след, идея традиции, значит, и вот всякие такие вещи, да, да, да. Ну, понятно, что если мы начнем разбирать, так сказать, каждого человека из этой компании, каждого по отдельности, то, конечно, мы у них найдем у каждого много всяких разных этих самых. Вот, но, как бы, мне все-таки представляется, что романтическая рамка здесь имеет принципиальное значение, да, в которую они все в той или иной степени вписываются, несмотря на внутренние разногласия, несмотря на какие-то еще дополнительные внешние влияния. То есть здесь наблюдается такая ситуация, в которой мы, если использовать тыняновских, да, архаистов и новаторов, и те, и другие в рамках светской культуры, в рамках этого способа говорения, и, что гораздо более важнее, этого способа мышления, они все вместе оказываются принципиально не просто отделенными, а все более удаляющимися от того, что происходит в рамках как раз академического говорения. В этом плане не особенно важно, о ком, да, кого конкретно мы там называем, но и для архаиста, ну, если брать канонические фигуры, да, и для того же самого, например, Сергея Тимофеевича Аксакова и для Киреевского Ивана, например, для них, для всех язык церковной проповеди или язык духовно-академический в любом случае он будет восприниматься уже как чужой язык. Может быть, уважаемый, может быть, признаваемый, у нас будут здесь индивидуальные различия, отношения будут разные, но в любом случае это не будет вот то, что мы наблюдаем всего лишь в 80-е, 90-е годы 18-го века, когда это твой высокий язык, когда это говорение из одного пространства. Ну да, потому что светская, так сказать, литература за это время переживает несколько реформ языковых, которые движутся в совершенно другую сторону, которые ориентированы на личностное самовыражение, на предельную, так сказать, синтаксическую простоту, да, которая с этим тесно связана, да, чтобы выразить, так сказать, собственное непосредственное переживание, надо говорить максимально просто, да, и поэтому литературный язык, он синтаксически упрощается, оттуда изымаются уже карамзиным, так сказать, изымаются все вот эти возвышенные союзные обороты, там, изымаются сложно подчиненные предложения, а, так сказать, они либо простые, либо сочиненные становятся, и за счет этого достигается огромная степень вот этой выразительности внутреннего переживания, внутренней мысли, непосредственность, и, в общем, мы к 20-м уже годам, вот к пушкинскому, собственно, времени имеем язык совершенно другого рода, чем вот еще как бы совсем недавно, и этот язык, он становится совершенно естественным для людей этого общества, отсюда, и, собственно говоря, разрыв. И плюс к этому примерно похожие вещи происходят в образовательной сфере, потому что строятся как бы образовательные институты, тоже ориентированные на разную, так сказать, антропологию, да, принципиально по-разному относящиеся к человеку, к личности, к его достоинству, к его, так сказать, внутреннему миру, да, с одной стороны, духовно-академические институции, да, которые, ну, если мы посмотрим на уставы, например, да, это контроль за учащимися, очень строгий, это духовные упражнения, да, разведенные с, собственно, образовательной частью, да, значит, как бы ставится цель создать образованного, ученого, так сказать, который одновременно является, так сказать, православным, который способен занимать церковные посты и должности, вот, но, как бы, эти вещи идут параллельно, да, вот ученость, которую ты должен приобрести, техника, скажем, исторического исследования, филологического исследования, который ты должен овладеть, как бы, на благо церкви, служить, чтобы ей служить, а вот набор духовных упражнений, ну, слово, понятно, тоже, так сказать, отсылающее... — Святому Игнатию? — Да, 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 вот, значит, которые ты должен, как бы, реализовывать и проходить, значит, чтобы достичь соответствующих, так сказать, духовных успехов. — Я бы здесь вставил ремарку, что очень характерно, если мы возьмем те же самые 80-е годы, если мы возьмем хотя бы проект Морево, если мы возьмем реформы Иосифа II, если мы вспомним вашу всю реформу системы образования, например, Австрийск, которая вызывает восхищение в эпоху просвещения, то это как раз и есть подобные же практики. Это, собственно говоря, в духовно-академической среде мы видим продолжение этого проекта. И вот то, что всего 30-40 лет тому назад воспринималось как передний край надлежащего формирования человека, теперь начинает восприниматься как то, что разрушает человека, то, что гнитет, бесчеловечная система, безличностная. И вот весь этот набор обвинений, ведь зачастую, когда мы говорим о полемике между светскими и духовными, это полемика принципиального несовпадения. Там, где для одного будет восприниматься как явное унижение человеческого достоинства и немыслимое происходящее, то для человека из, например, духовно-академической среды. Самое главное будет заключаться в том, что он зачастую в принципе не будет видеть конфликта, не будет видеть проблемы. Это и дело. Разная антропология. То есть по-разному воспринимается человек и представляется себе. То есть фактически постепенно мы видим, как из единого пространства у нас формируются разные антропологии, разные антропологические типы. И вот то столкновение, которое произойдет дальше, это столкновение уже не на уровне концепции, которые можно обсуждать, не на уровне отдельных понятий, а на уровне разных антропологий. Именно поэтому этот конфликт и станет, собственно, конфликтом фактически необсуждаемым. Потому что, а что тут обсуждать? Здесь есть принципиальное расхождение именно в самой оптике, в самом способе видеть. Дело не в деталях. Ну да. Ну да. Потому что светское общество ориентируется на, ну так, не на Австрию, а на Германию. Да? На Йену и Берлинский университет. Да? То есть на предромантическую романтическую традицию, на спаянность исследования и духовной самореализации. Да? Там они раздельно, а здесь наоборот. Да? Духовная реализация, самореализация и происходит в процессе научного исследования. Да? Здесь, как бы, человек воспринимает те ценности, с которыми он потом работает, и которые одновременно формируют его личность. Да? Здесь акцент на индивидуальности, на своеобразии, на гениальности и на, как бы, умении правильно подать, красиво выразить, так сказать, мысль. Да? Вот эта распространенная в то время идея, так сказать, о единстве поэзии и философии. Причем красиво выразить уникальным образом. Да, конечно, 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 именно, именно, именно. Что выразить неповторимо, как может только данный автор. Вот эта модель авторства, она здесь будет очень отчетно присутствовать. И, кстати говоря, отсюда же восприятие, отсюда знаменитое обвинение духовно-академическое в схоластике, в том, что здесь перед нами нет авторов, они все друг друга переписывают, они все неотличимы. Фамилию автора мы узнаем только если откроем книгу, там вот мелким шрифтом написано, кто это. Потому что относительно данных текстов мы не можем сказать, что стиль это человек. Нет, как раз. Стиль, в данном случае, это стиль данной институции. В МДА пишут так. Для той культурной среды, которая будет уже очень плотной к 20-30-м годам, это столкновение с другой принципиально-культурной системой. Да, причем парадоксальным образом этот стиль, скажем, для чисто научных исследований скорее благоприятен, академически я имею в виду. Потому что здесь выстраивается система, скажем, научной аттестации, которая в светских университетах идет с трудом, пробуксовывает. А здесь, пожалуйста, вас научат писать, вас научат работать с текстом, вы сможете защитить диссертацию. Курс академического письма практически. Да, да, да. В программе Академии предусмотрено все. Вот Наталья Юрьевна Сухова прекрасно, так сказать, написала вот об этой системе научно-богословской аттестации. Да, она была, ну, нельзя сказать, совершенной, но во всяком случае, так сказать, работающей и эффективной. В университетах мы, так сказать, найдем все гораздо более хаотичным, так сказать, образом устроенное до какого-то момента. И больше того, на самом деле университет, конечно, был существенным образовательным институтом, но он не был, в светского общества, но он далеко не был единственным. Да, наряду, скажем, с университетом существовал московский благородный пансион, роль которого, по-моему, вообще мало кто, так сказать, анализировал, а из него вышло, вышли множество ключевых деятелей эпохи. Владимир Адуевский, например. Да? И, скажем, вот роль Прокоповича Антонского, который этот пансион возглавлял, а одно время он возглавлял и пансион, и университет, она как-то не оценила. Можно вспомнить последующую систему специальных учебных заведений, тот же самый Нежинский, можно вспомнить училище правоведения, разумеется, можно вспомнить еще частные образовательные институции, ну, фактически самостоятельные образовательные учреждения, которые создали Самарию. Да, или Елагинные. И, кстати, как это Кошелев прекрасно описывает в своих воспоминаниях, как они с Киреевским готовились к экзаменам университетским, но готовились они дома, и университетские профессора приходили на дом к ним и читали им лекции. Ну, более того, тут у нас все-таки система, когда университет присутствует. Но если мы говорим о более ранней ситуации, то это система, когда у нас, в принципе, университет не значащий. Напомню, что даже когда Константина Аксакова отправляют в университет, это такой резкий разрыв. Он, собственно говоря, единственным из Аксаковых, собственно говоря, отправится в университет, потому что это, в общем-то, не очень такое творянское дело. Напомню, да, что... Да, причем ведь Уваров специально прилагал усилия привлечения, так сказать... Ну, или, если брать предшествующего выпускника университета, это как раз Сергей Тимофеевич, который, помнится, станет университетским студентом в университете 14 лет, в тот момент, когда он учится в Казани, и Казанскую гимназию преобразуют в университет. А поскольку студентов брать неоткуда, как и профессоров, то часть преподавателей гимназии, они становятся профессорами, назначаются официально, а часть учащихся гимназии их делают официально студентами, предлагая специфические льготы там для дворян. И вот он оказывается тем, кого принудительно забрали практически студенты, ему там уговаривают, что это же лучше. Просто напомню, что традиция университетского образования это, разумеется, не дворянский путь, основным факультетом всегда будет медицинский, потом юридически к нему добавится. Но если мы говорим о ситуации, особенно вот той, на первые десятилетия XX века, то это и система частного образования, и система военного, обучение которой является базовой. Да, но которая все-таки, вот здесь важный момент, все-таки есть граница, так сказать, между университетским образованием, которая вот ориентируется на образцы собственно университетские, да, германские прежде всего, и вот этой системой корпусов и училищ инженерных, кадетских и всех прочих, которые ориентируются на французскую систему и которые ставят все-таки другие задачи, да, которые тоже ставят задачи формирования не человека, а специалиста. Не совсем, не соглашусь. Это более позднее, это уже, конечно, николаевская вещь. Ну, может быть. Потому что, все-таки, если говорить вот о той традиции, которая будет присутствовать еще в самом начале XIX века, в 800-е, 10-е годы, то это нормальная модель дворянского образования. Такая нормальная модель. И, соответственно, речь идет о том, чтобы... Он должен служить. Да, он должен служить, но при этом он должен быть в этих рамках, он уже должен быть в первую очередь дворянином. Он должен обладать определенными навыками, должен обладать определенной широкой культурой. Ну, классический вариант, да, всевозможные спектакли, литературные практики, ну, все помнят, да, и шляхинский корпус, и тому подобное. И, если говорить как раз вот об этом столкновении модели, то классическим примером здесь выступает основание Харьковского университета, когда местных, местные дворяне после основания Харьковского университета, а он основывается на пожертвования дворян, как раз Харьковской губернии, они будут жаловаться, что их обманули, потому что деньги собирали как раз на корпус открывать, а вместо корпуса университет, и местному начальству, которое с этой ситуацией столкнулось, пришлось вводить, помнится, обучение фехтованию, конской езде, еще что-то, чтобы вот те, кто закончили, потом в армию могли поступить, потому что, ну, да, действительно, вместо нормального дворянского заведения какой-то университет, и это воспринимается с обидой, потому что воспринимается, что дворянское сословие, которое здесь главное, а открывают заведения не для дворян. Вот этот подтекст во многом протеста здесь присутствует, что оказывается нужным другого сословия утворяют, это совсем не надлежащее, и более того, успокаивают тем, что дворяне и не дворяне будут как-то разведены в рамках университетского образования, вещи значимые. — Сразу приходится идти на целый ряд компромиссов. — Да. — Конечно. — Но все-таки вот здесь очень важно, что этих путей, их много, и зачастую, если мы говорим об образованных и богатых, то это еще и возникающее, она не очень долго просуществует и затем будет сломана преднамеренно, но традиция получать образование в иностранных университетах, те же самые германские, те же самые шотландские университеты, целый ряд как раз тех, чья биография приходится на период с 70-х годов 18-го века по 20-е годы 19-го, для них будет характерно подобное. Да, разные такие сложные траектории, даже какая-то попытка образования гран-тура в русском варианте, не сложившаяся, но какие-то наметки в этом увидели. — Ну да, даже тот же Иван Васильевич, он еще планирует, так сказать, оно у него не реализовалось, но план был именно такой, Берлин, Париж, Мюнхен, так сказать, все должно было войти в эту вот образовательную, так сказать, поездку. — Я вас слушаю задавить дыхание, мне кажется, что это несколько другая тема. — Нет, нет, сейчас мы придем, это мы большим заходом, чтобы... — Значит, и здесь завершать. — Мы не потеряли. — Еще вот связанные с частным образованием еще три таких важных момента. Это кружок, салон и журнал, вокруг которых тоже строятся вот эти образовательные траектории. — Причем, кстати говоря, мы можем фактически здесь построить такую матрешку. То есть у нас фактически будет существовать, что журнал, он как ступень, который обязательно предполагает наличие кружка, который... — Который часто его и издали. — Да. — Который прямо предполагает несколько связанных салонов и, собственно говоря, вот этот характер журналов того времени, когда у нас постоянная проблема с интерпретацией данных текстов, поскольку они адресованы вполне определенному кругу. Они предполагают, что они идут поверх салонной культуры. Причем, вполне конкретных салонов. — И вот это журнал и мыслица, как такое образовательное учреждение. Замечательный у Дмитрия Веневитинова, это записочка о просвещении России, где, так сказать, соленофильство и западничество еще в одном флаконе, и там одновременно мысли, почти буквально напоминающие Чаодаевские, так сказать, критические, и в то же время такой пафос построения национальной культуры. И что спасет русскую культуру, по мнению Веневитинова? Журнал. Правильно организованный энциклопедический журнал. То есть вообще у нас здесь возникают такие неальтернативные, я неправильно сказал, именно не просто культурные, но и образовательные институции, которые предполагаются данной системой. Это элементы ее, которые зачастую выпадают при рассмотрении, но это не что-то, что существует как дополнение. Это та траектория, через которую, вернее, это те базовые точки, через которые как раз и происходит образование, формирование, формирование общего языка. Если брать самый растиражерный пример, который все помнят, это кружок Станкевича, уже из поездных, который идет поверх всего. Но ведь если мы посмотрим на него, то то, чем он во многом занимается, это как раз формирование языка, это формирование как раз этого самого общего пространства говорения и то, что часто вспоминают современники, наличие кружковых слов, наличие того, что они все щепечут на своем языке, на своей речи, то, что непонятно посторонним. Еще любомудры, так сказать, были в этом замечены. А в этом, собственно говоря, любой кружок сразу же обвиняют. И здесь очень видно, что делает кружок, потому что это адресуется любому из кружков, которые известны во все же русском языке. Хотя при этом парадоксально. Один из московских анекдотов того времени, это анекдот о том, как Станкевич бегает по Москве и ищет семинариста, хорошо знающего немецкий язык, который объяснит ему сложное место в Канте. Но обратите внимание, семинарий здесь воспринимается как специалист. Да, конечно. Он не тот, с кем возможен диалог. Он тот, кому необходимо обратиться за получение специального знания. С вопросом о интерпретации Канта к семинаристу не обратятся. И это будет характерно, что если, с одной стороны, в Академии, когда мы будем наблюдать практики переводов, практики изучения, интерпретации и так далее, это все так и останется никак не в сближающейся ситуации. В Духовной Академии можно спросить, как перевести данное выражение исключительно. Это вопрос исключительно технического свойства. Право на интерпретацию, оно не то, что не признается за Академией, его просто не видят. Да, именно, скорее, не видят. Здесь нет момента конфликта, потому что, на взгляд того же самого Станкевичевского круга, здесь нет другого субъекта, с которым этот конфликт возможен. Собственно говоря, а с кем? При том, что с отдельными личностями такое взаимодействие возможно, скажем, с людьми вроде Голубинского. Но во многом почему? Он философ, тоже, кстати, специалист, как философ. И вот все это к чему, собственно, все это длинное отступление, собственно, к чему ведет? К возникновению двух принципиально разных субкультур, с разными антропологиями и говорящими на разных языках, которые разделены рядом, так сказать, табуированных тем, вот такой некоторой системой табу. Светский человек не имеет права говорить о духовном, то есть, и когда он это делает, это воспринимается как скандал, как это, скажем, в случае с философическим письмом Чаодаева и потом с выбранными местами, с перекресткой с друзьями Голубин, да? С Чаодаевым это менее очевидно, потому что, но мне кажется, что здесь во многом, так сказать, играет роль вот такая еще советская интерпретация Чаодаева, как борца с крепостным правом, значит, чуть ли не участника освободительного движения и так далее, и так далее, да? Но ведь если мы посмотрим это самое первое философическое письмо, оно по жанру, что это такое? Мы аналог такого жанра найдем у Феофана Затворника и Оптинских старцев, да? Это письмо к даме о том, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. И вот вся эта критика России вписана в этот жанр, в такое духовное поучение. Ну, с какой стати? Ты кто такой? Ты гусарский офицер? Ты в своем уме, когда ты, так сказать, занимаешься такими вещами. Вот. И наоборот, с другой стороны, духовное лицо должно говорить о духовном и не должно вмешиваться, так сказать, вот в споры этих светских мнений. Отсюда, так сказать, судьба, скажем, отца Феодора Бухарева. Тоже попытка перейти границу только с другой стороны. И тоже вот с такими, так сказать, последствиями. Причем, ведь, так сказать, изначально критика-то шла, так сказать, со светской стороны в адрес отца Феодора. На него напал Аспочинский. И именно вот за такое, так сказать, неподобающее смешение жанров. Что такое? Какая-то, так сказать... И напомню, единственную фигуру, единственную яркую фигуру, которая движется между этих границ, это Андрей Муравьев. И очень характерно, как Андрей Муравьев описывает в своих совсем маленьких воспоминаниях, как он создает этот свой текст. Это первое путешествие по святым местам, это 29-й или 30-й год. 29-й, по-моему, он его заканчивает. И он, что любопытно в этой ситуации, он сам стремится идти на контакт с Владыкой Филаретом. Причем, как он вспоминает, я сейчас боюсь чуть-чуть не точно воспроизвести этот момент, но там такой подтекст, что по принципу, зачем тебе это надо? Что здесь требуется? Но все-таки ему это требуется, и Филарет сразу же дает ему отказ при этой встрече. Он говорит о том, что у меня уже был подобный опыт, говорит ему Филарет, когда я брался читать и редактировать тексты светских на духовные темы, но они все очень обижаются, что я начинаю вычеркивать. И поэтому, если я начну читать ваш текст, и вам это не нужно. И, в конечном счете, я знаю, чем эта история закончится, ну, по большому счету. Но дальше, естественно, Андрей Муравьев вспоминает о том, что я настоял, и Владыка очень много повычеркивал, а я с радостью воспринимал вычеркивать, и все их сохранилось. И, ну, собственно говоря, тут Филарет уже как-то вот проникся. И дальше, собственно, обратите внимание, что то, что проговаривает здесь Муравьев, это большой пассаж его очень маленьких мемуаров, связанных как раз с этим, там преимущественно касается туристических вопросов. И, что характерно, что Андрей Муравьев совершит решающий шаг. Это фактически отказ вот от этого самого монополии на авторство. Он совершит этот переход, и внезапно окажется, что да, он тот, с кем возможен разговор. Он окажется чуть ли не уникальной для своего времени фигурой посредником между лагерей. И в этом смысле, кстати, характерно, что он будет вызывать недовольство, что то и что другое. Потому что, ну, конечно, ну, как бы уже не совсем отсюда, но еще не совсем дал. Такой персонаж трикстер. Какие ваши заключительные ремарки, и мы будем так начать. Вот. Значит, если, так сказать, пытаться подвести итог вот тому, что мы сейчас наговорили, то, видимо, он заключается в следующем. Возникает новый способ говорить на религиозные темы. Возникает потребность выработать этот новый способ, потому что тот, который существует, не воспринимается. Да. И тогда люди, которые берутся за это дело, создают что-то, что мы сейчас называем религиозной философией, вот, которая начинает обращаться к вот этому образованному обществу, говоря с ним на его языке, значит, преодолевая вот эти табу, которые в культуре того времени существуют. Вот. Дальше то, что начинает, то, что начинают делать славянофилы, Чаадаев и другие, отчасти интериализируется самим академическим сообществом, богословы сами воспринимают эти фигуры критики, да, но определенная раздвоенность, определенное напряжение, так сказать, определенная степень взаимного непонимания, тем не менее, сохраняется, хотя все время есть люди, которые, так сказать, эти границы переходят, которые как-то наводят мосты, и, так сказать, в начале XX века мы видим, как эти две культуры вступают в очень тесное и такое плотное взаимодействие в религиозно-философских собраниях, в религиозно-философских обществах, да, мы видим, как представители образованного общества принимают священство, становится, причем монашество, да, не столько именно монашество, сколько именно белое священство, да, Флоренский, Булгаков, Ельченинов, да, становятся выдающимися духовниками, собирающими вокруг себя большие, так сказать, группы духовных чад учеников, вот, и, так сказать, возникает какая-то совершенно новая констелляция вот этих всех вещей, но она в итоге оказывается, так сказать, обрубленной революцией, вот, поэтому, как бы, то, что мы имеем сейчас, да, ведь все, как бы, весь этот рассказ, он в итоге нас, мне кажется, подводит к нынешнему времени, причем подводит его, как бы, двояким образом, да, с одной стороны, с одной стороны он говорит о том, что вот это разделение церковного в институциональном смысле и светского, ну, оно представляет собой значительную культурную опасность, которая может нам всем, так сказать, причинить очень большие неприятности и чревато какими-то, так сказать, последствиями, да, с другой стороны, если, так сказать, вернуться к самой этой концепции западного пленения, да, она в значительной степени поменяла свою функцию, да, то, что для Самарина и Флоровского даже, да, было способом выстроить оригинальную мысль, продумать ее и, так сказать, предъявить, да, как некоторый способ самоосмысления вот этому сообществу образованных людей, готовых, так сказать, эту мысль воспринять, да, часто сейчас оборачивается, так сказать, вообще уходом от всякой мысли, да, для Флоровского западное пленение – это повод для творческой встречи с Западом, он прямо это говорит, да, сейчас для нас западное пленение, да, это риторическая фигура, которая используется для того, чтобы, нет, вот пусть этот запад будет где-то там, а у нас свое народное, оригинальное, вот, так сказать, у них там все плохо, у нас все хорошо, вот, и это, конечно, ведет к совершенному какому-то творческому бесплодию. Вот. Андрей? Я как раз присоединился к последнему моменту о том, что сама функция концепта западного пленения – это функция остранения, позволяющая зафиксировать то, что в иной оптике было ненаблюдаемым, возможность поставить вопросы. И в этом смысле как раз то, что подвергается атаке – это вроде бы то, что выступало перед этим как традиция. Оказывается, что то, что воспринималось вот это наше православное богословие, оно внезапно оказывается, собственно, не наше, до некоторой степени сомнительное в отношении православия, сомнительно в том смысле, в котором это богословие, или точнее, это действительно слово о Боге, то есть богословие, когда оно становится синонимом как раз пустой речи, если цитировать как раз то самое письмо Мещерское, «Я слава, я благодарение Богу не богослов», то есть имеется в виду, что я христианский философ, продолжается, да, то есть я действительно могу говорить о Боге, а богослов как раз не может. Потому что он привязан к букве, к конфессиональному, так сказать, интересу, и поэтому… И оказывается, что говорение здесь, собственно, богословие возможно исключительно как отказ от богословия, выходить от богословия, именно потому что богословие перестало быть богословием. И тем самым получается, что уже, в принципе, к временам Флоровского мы видим омертвление данной схемы, постепенно происходит, и мы видим, как данная схема, она выдыхается, у нее исчезает ее творческий потенциал, и она начинает работать с точностью до набора, она начинает, как раз производить те самые феномены, против которых она в свое время была изобретена. Ну, собственно говоря, логика развития любой модели, в конечном счете, она оказывается порождающей свои собственные привычки, свои собственные модели. Она оказывается настолько привычной, что уже не проблематизируется. Нам всем понятно. И происходит избавление от мысли. Я благодарю вас за очень продуктивный, по-моему, акцент, и надеюсь на продолжение вашего диалога. Спасибо. Спасибо.